Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем пойдет сегодня наша речь? Очень многие любят кабачки. Вот они тоже за мной. Во всех тоже стоят такие кабачки. Но есть в кабачках две большие проблемы. Первая проблема, что плохо завязываются сами плоды. Много пустоцветов. Много пустоцветов, мало завязей. Это одна проблема. А вторая проблема, что молодые плоды кабачков очень быстро загнивают. Как с этим бороться и от чего это происходит? Давайте в нем разбираться по парадочкам. И мы разберемся, от чего это происходит, а также какие простые средства, которые есть у нас в наличии, помогут нам избежать этих двух причин. И, соответственно, собирать долго кабачки, и они, чтобы были здоровыми. Первая причина, что много пустоцветов, мало плодов. Это происходит по той простой причине, что в почве мало бора. Здесь нам поможет такое средство, которое можно купить и в аптеке. Можно купить его и в хозяйственных магазинах, в садовых центрах. И борная кислота. Борная кислота нам поможет в этом деле. Что мы будем делать? Для того, чтобы наша борная кислота дошла до наших растений, нам необходимо полить под корой и сбрызнуть по листьям. Какая дозировка? Половина чайной ложки борной кислоты такой раствораем в кипятке. Почему в кипятке? В холодной воде борная кислота не растворается. Ну и берем небольшое количество воды, даже 100 грамм кипяточка, раствораем. Если это на даче, это можно сделать дома, растворить. И уже готовый раствор привезти на дачу. И далее все разбавляем, эту половину чайной ложки до 10 литров воды. Что мы будем делать? Берем мерку, которая у нас есть. Мы вам показываем такую кружечку мерную берем. И литр раствора выливаем на одно растение. Выливаем литр раствора на одно растение. На каждое растение, то есть, получат по литру воды. Ну, исходя из количества ваших кабачков, соответственно, рассчитываем количество раствора. У нас необходимо, чтобы еще литра 4 раствора нам осталось для обрызгивания. Берем этот раствор, заправляем в опрызгиватель и равномерно сбрызгиваем по листьям. Поверьте, что эффект будет хороший. Очень хороший эффект будет на наших кабачках. Они станут хорошо завязывать завязи. Одну проблему мы решили. Теперь будем заниматься второй проблемой, что наши кабачки гниют на растениях. В этом нам поможет самое простое средство, которое есть в любой домашней аптечке. Это аптечный йод. Аптечный йод поможет нам избежать, чтобы наши кабачки не гнили. Что мы будем делать? Здесь дозировка такая. 30-35 капель на 10 литров воды. Но йод хорошо растворяется в холодной воде, поэтому там какие-то манипуляции типа бурной кислоты кипятка делать не надо. 30-35 капель на, и мы что сделаем? И мы обильно обрызгаем наши растения. Обрызгаем наши растения, ну и можем еще где-то 200-300 грамм вылить под корень йодного раствора. Это тоже даст определенный эффект. Это будет как бы дефинцировать прикорневую систему. Сделали так, посмотрите, ваши кабачки завязались и будут активно нарастать. Но есть еще один нюанс. Можно сделать еще гораздо проще. Значит, эти два компонента, и бурную кислоту, и йод, можно сделать в одном ведре. То есть на 10 литров дать эти дозировочки, 30-35 капель йода, пол чайной ложки бурной кислоты, и все это вместе смешать. И сделать и полив, и опрыскивание. Это будет очень полезно. Но еще и это не все. Вы можете урожай кабачков увеличить так, что они будут вас нарастать с фантастической скоростью. В этот раствор йода и бурной кислоты можно добавить полторы-две столовых ложки кристаллона огуречный. Кристаллон, который называется огуречный, разбавьте, он тоже хорошо завязывается в воде. Все, посмотрите, ваши кабачки на глазах повеселеют. И будут плодить до самых-самых заморозков, давать вам плоды. Сами знаете, что растение это очень урожайное, и оно будет очень отзывчиво на ваши заботы о нем. Сделайте так, и вы не пожалеете. Продукт, который богат солями калия, будет у вас долго-долго на столе. Но не забывайте одну простую вещь. Кабачки относятся к тыквенным. Они близки к огурцам. Чем вы их чаще собираете, тем они быстрее нарастают. Если вы оставляете кабачок на семена, значит рост завязи уже прекращается. Тут уже не помоют вам никакие ухищрения. Он начинает уже просто все питательные вещества идут на кабачок, который зреет. Он дозревает, а остальные кабачки не растут. Поэтому помните об этом. Если вы ставите цель собрать свои семена, оставляйте только один куст, на одном кусте. На всех остальных, чем чаще вы будете собирать молодые кабачки, тем больше будет урожай. Вам наслаждаться большими урожаями и иметь кабачки до самых заморозков. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова